Забыли девочку в курятнике, ну надо же! Смотрите, наша собачка. Привет, Миги, привет, моя девочка. Сейчас я выхожу на кухню утром и даю ей всегда вкусняшку по утрам. Видите, она понимает, что я о ней говорю. И муж мне рассказывает, как вчера вечером он пошел закрывать курочек. И естественно, что Миги пошла с ним. Короче, он вернулся, сел себе, смотрит свои футболы. Вчера были футболы, посмотрите. Я вам сейчас буду показывать, какие тыквы я вчера купила. И сейчас расскажу про Миги. И он, значит, говорит, я сижу, смотрю, футбол, собаки нету и нету. Выглянул, посвистел, собаки нету и нету. Короче, уже полдвенадцатого ночи. Представляете, а я разговаривала вчера с подругой из Америки, с моей Татьяной. И я не проверила, собака дома или нет. Но я же могу доверять своего мужу, в конце концов. Короче, собаки нету. Он вышел свистеть, собаки нету. Короче, пошел он ее искать. А она сидит бедная, закрытая в курятнике, ну, за сеткой на территории. И даже не гавкает. Мне кажется, она так расстроилась. Ты хочешь вкусняшку? Осетва, осетва. Подожди, я тебе сейчас дам. Смотрите, такая пришла. Ой, смотрите, мы даже укладываемся. Так нам хочется вкусненького, что вы. Ой, ну эта собака, это наша циркачка. Конечно, слушайте, на старости лет это наша игрушка. Мы ее любим. Она у нас, конечно, баловная. Ну, мы ей много чего позволяем. Этой собачинцы забыли девочку в курятнике. Ну, надо же. Доброе прованское утро всем. Сегодня воскресенье, 13 октября. И вот у меня в палисадничке вот такие вот цветочки. И вот собачуля моя тут что-то выискивает. Всем хорошего дня и хорошей погоды. У нас начинают уже желтеть листья на липе. И вот они потом, вот она сегодня еще вся в листочках. А потом такая бам! И уже вся стоит голая. Красавица моя, я очень люблю это дерево. Я вчера заметила, уезжали, что у меня вот этот молодой отросточек, посмотрите, будет свисти юка. И будет свисти, причем аж на одном. Как говорится, в стволе целых две веточки. Здесь у меня они уже отцвели. Раз, два, три, четыре. Вот пятая доцветает. Красавица. И еще две вылезла молоденьких. Представляете? Вот вам, пожалуйста. Вот таким вот образом, наверное, все-таки обрезка и влияет на цветение. Потому что вот девчонки пишут, что цветет она у них только один раз в году. У нас цветет дважды. Ну, извините. А потом, конечно же, все зависит еще и от климата. Поэтому цветение юки продолжается. И мы будем этим еще любоваться не один день. Ну и, конечно же, моя любимая картиночка вот с этой сосной. Сейчас немножко мы стоим против солнца, получается. Не очень хорошо видно. Но ничего страшного. Все равно красиво, правда же. Пришли в наш осенний огород. Это повидоры брата, мужа. И я хочу вам показать, сколько у меня тыков лежит. Сегодня мы их соберем, потому что тут уже и дождики начинают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать тыков зрелых. Одна не очень зрелая. И я вам хочу сейчас показать, что я вчера еще привезла. Из праздника тыквы из Рианца. Ну, мне же всегда мало. Ну, из этих тыков половина, не половина. Но я раздам, конечно. А потом они очень хорошо хранятся. У меня с прошлого года тыквы хранились до самой весны. Я последнюю открыла весной. Вот, поэтому все зависит от того, как они хранятся и какая температура будет. У меня, я там вот смотрю, ой, цветет кабачок. Беги, киска чушерша. Я говорю, что ты ищешь, моя собака? Смотрите, какие красивые цветочки. Ой, кабачочек какой славный. Вот я их почистила несколько недель назад. И вон, видите, смотрите, смотрите. Вон и тут маленький кабачочек, и вон он кабачочек. И я собрала позавчера еще, сорвала. Вот они сейчас такие вкусные, эти кабачки вообще. А здесь у меня физалис разросся. Послушайте, я его так в этом году и не поела. Он то еще совсем пустой, то уже сухой. Несколько ягодок я сняла. Конечно же, это не тот, как говорится, не тот фрукт, который бы я тут уже умирала и любила. Но все-таки мне хотелось попробовать. Ну то и что, вот вымахать он вымахал, а толку от него нет. У меня еще вон полно баклажанов. Вот они на земле лежат. Смотрите, белые вообще очень плодородные оказались. И целый ящик я собрала. Я сегодня после обеда постараюсь заняться хозяйством. Мне нужно сделать и баклажановую икру, если что, так просто немножечко обработать в духовке их и заморозить потом на последующую зиму, чтобы в супы добавлять. И можно там и делать и ту же самую икру потом, все, что захотим. Собака есть моя, видите, травку кушает. Вот такой унылый огородик. Ну, послушайте, а что вы хотите? Это 13 октября. И помидоры еще есть. И еще будут, ну, до конца октября 100% будем еще собирать там помидорку. Но уже половину кустов, конечно, нужно вырывать и выбрасывать. Вот, сейчас пойдемте, я вам покажу. Какой у нас огород. Ой, огород, сколько я тыков с собой привезла вчера. Муж смеется, говорит, что ты с ними будешь делать? Я говорю, тебя буду кормить. Он хохочет. Не очень он у меня любит. Это все супы тыквенные он любит. А я сейчас хочу приготовить. Впервые, нет у меня пшена, но я нашла упаковку булгура. И я сейчас варю себе каши с булгуром и тыквой. И попробуем, что ж такое. Тыкву даже, наверное, я резать не буду, которую я привезла вчера. У меня есть тыква на заморозке, и тоже ее нужно использовать. Посмотрите, какая розочка. Умничка наша. Вчера мой муж такой приходит утром и приносит мне две розочки. Счастливый, счастливый. Я говорю, что это он? Ой, посмотри, вот тебе букетик с утра дарю. Говорю, дорогой, две розы дарю. Только на кладбище. Погоденько он взял этот секатор. Я побежал, нашел еще розочку, срезал. Теперь у меня дома стоит три розочки. Я вот посмотрела вчера, есть и за бассейном тоже там у меня в Алинисе. Цветет тоже, можно нарезать букетик. Ну, а мы сейчас пришли к тыквам. В воскресенье отобедали этой тыковкой, с курочкой, с филе. И теперь, смотрите, я пью кофеек. Вот с такими миндальными орешками в кунжуте. Вчера привезли, купили на ярмарке. Что-то она не концентрируется у меня. Вкусно. И так тепло. Послушайте, вот ничего не шевелится. Марис пошел уже домой, он сейчас съест и буду делать. Я пойду сейчас комнату разбирать. И вот моя собака. Собака при собаке, что ты там делаешь? Балдеж. Там мой муж везет урожай тыквы. Сейчас мы посмотрим вместе. Орегарды. Смотрите, смотрите. Смотрите. Атан, шери, мы что вопло? Я ему говорю, не спешите, дай снять. Смотрите, господи. Ты видишь, ты видишь? Я видишь, ты видишь? Смотрите, сколько. Чего кунти? Нет. Я ему говорю, ты пишешь, а он говорит, нет. Ну так, это... Это вера, но это какой-то... Парфю. Вот сколько. Посмотрите, вот куда мне это все девать? Беги, ну! Вот так, тыквы 2019. Красота. С тыквами он туда их будет складывать, потому что обещают дожди. Вот шериф, что ли. А я вот чем занимаю, девчонки, смотрите. Ну, я выбросила 4 пары отсюда. Летние обуви. Но все остальное еще как бы носится. А это у меня вот эти вот французские. Тоже какой-то там этот... Большой кутерье я покупала себе, помню. Года 3 назад я уже купила. Очень люблю эти ботинки. Сейчас скажете, ой, нас и острые, надо все выбросить. Нет уж, девочки, ничего я не выброшу. Вот, пускай это лежит. Это еще можно там шлепанцы вон летние, там то-то, то-то. Здесь вот, смотрите, ремешки сложила. А сейчас хочу вам показать еще что-то. Померить девочки некогда. Ну, посмотрите, вот мой будет наряд. Ну, естественно, что будут брюки. Это я, девочки, я купила в прошлом году. Зашла случайно. По-моему, Ашем, даже уже не помню, этикетки уже нет, ни разу не одевала. Это такой, вот смотрите, такой, не знаю, тренч такой. Вот тяжелый такой искусственный шелк. Вот у меня точно такие же есть брюки. Но я не знаю, буду ли я одевать это именно с этими брюками или с другими. Но очень красиво смотрится. Но, во всяком случае, нарядно. Смотрите, как нарядно. Так, девчонка, ну что, времени-то у меня нету. Померите-то все и вам показать. Ну, хотя бы показывай, вот так. Ладно. А это моя голубая рубашка. Почти такая же. А состав разный. Здесь стопроцентный катон. Очень-очень приятно. Он такой отливается даже. Тоже такой воротничок хорошо стоит. Я люблю, когда воротничок стоит. Ну, вот оно сколько? Пятьдесят евро стоит, а та белая шестьдесят. Вот тоже классная рубашка. Девчонки, ну что, не могу я вам тут сильно ничего показывать. У меня тут бордель кругом вообще. И вот я сейчас думаю над тем, каким мне образом. Сейчас покажу. А я такая, девичка, я стою, видите, коленка у меня, носочки. И я тут такая стою. Ну, ладно. Вот сейчас самое трудное мне разобрать вот этот гардероб. Владимир, девичка, у меня здесь нет вообще ни одной вещи на выбросу. Вот просто ни одной. Единственное, что я должна сейчас убрать все белые вещи, поднять наверх в шкаф. А снизу что-то спустить на зиму. И я еще вам не... Так, ну, это моя желтая пальта, вы знаете. Я вам еще не показывала. У меня есть вот такая вот новая курточка. Вы ее еще не видели. Такая классная. Ой, я ее купила... Еще раз, подождите. Я ее купила в Бюртоне. На скидках она стоила 100 евро или 100 с лишним. Я ее купила чуть-чуть меньше, чем за 30. Она прям там на 70% в ней ее оценили. Здесь, по-моему, даже не натуральное перо. Такая тонкая синтетика, но очень-очень тепленькая такая, смотрите. И вот я к ней сразу же купила шарфик. Так, так хорошо смотрится. Такая маленькая, тоненькая, очень теплая, очень. Ну, вот видите, как я снимаю все это. Обалдеть. Например, что мне делать вот с этими брюками? Посмотрите, такие брюки. Видите, такое. Это искусственный такой шелк, я не знаю. Там есть этикетка, я уже их как-то пересматривала. Ну, один раз я их одела в этом году. Все, больше я их не одеваю. Тоже не знаю, что делать. Ну, вот, девчонки. Я сегодня, вместо того, чтобы делать прямой эфир, я сегодня занималась своим гардеробом. Я сегодня поменяла местами лето-зиму. Сейчас у меня вот в этом гардеробе... Вот сейчас у меня здесь осенняя одежда и зимняя. Ну, вы знаете, у нас такая-то зима в Провансе, что... Вот внизу там мои сумочки стоят. Короче, здесь у меня мои драповые брюки, которые... Я не знаю, может быть, они уже и не модные, но... Я их не выбрасываю, размер мне подходит. Осенью люблю носить. Нашлось мне тут две-три пары брюк еще. Короче, куртки мои. Дудунчики мои. Кофточки мои вязаные. Вот такая моя жилеточка, которая мне служит уже верой и правдой. Уже много-много лет. Люблю ее, послушайте, искусственная. Но люблю. Вот курточка у меня здесь вот такая вот. С такой вот кожей. Ну, всякие там жилетки. Пару блузочек, конечно. Рубашки у меня здесь. Кофточки. Ну, короче, вот такой вот. У меня гардероб. Платьица моя будет здесь висеть. Даже еще и второе есть, которое я не очень доношу. Короче, вы такие друзья дела. Поэтому, девчонки, фу! Но это еще не все, потому что вторую часть я еще не сделала. Здесь у меня свитера лежат, шарфы уже переложены. Тут мне перебрать осталось маечки. И я нашла вот такой жилетик. Покупала я его в Бюртоне. Неплохой жилет. Тут, послушайте, тут много шерсти. Но вот он немножечко подзакатанный. Такие вот рукавчики. Люблю эту очень модель. Цвета он не передает в камеру цвет, темно в комнате. Он такой чернильного цвета. Надо мне попробовать его почистить вот такой вот машиночкой. Ее еще можно будет поносить. Как раз так и сезон, он на подкладочке такой пиджачок. Вот такие вот дела. Насобирала мусор я, конечно же, мусоровещей. Вот таких два мешка у меня. Второй еще не сильно заполнил, но я его завтра заполню. Короче, ну что, еще два мешочка. До свидания, до свидания. И можно было бы еще два мешочка наложить. Но это будет в следующий раз, потому что еще пока рука не поднимается. Ну и эту часть шкафа я уже переберу. Может быть, даже не завтра, когда у меня появится время. Вот здесь у меня свитера, вот здесь у меня маечки. Так не очень все аккуратно. Уж прошу прощения. Ну переберу лишнее. Возможно, найдется, майки найдутся, конечно, на выброс. Здесь джемпера вряд ли, потому что джемпера я хорошо почистила еще осенью. Поэтому, ну вот, переберу все. Вот здесь вот у меня абсолютно новое лежит. Еще с этикетками вещи. Что-то два-три джемпера с прошлого года я буду с удовольствием донашивать. Это у меня кашемир, естественно, что тоже я буду выносить. Здесь вот у меня тоже пару кашемировых вещей. Ну вот все уже перемешано, как цигала, потому что не поменяла вовремя. Так что буду перебирать шкаф и, возможно, что-то еще вам и покажу. А нет, ну вот так. Все, всем пока, девчонки. Я знаю, что всем нравятся такие полочки и такие видео. Если честно, это не совсем мое. Я не очень это все люблю. Может быть, поддалась моде или что. Ну вот. Снимаю, снимаю. Что-то снимаю. Зачем снимаю? Сама не знаю. Ну а там у меня теплые шарфы мои. Все, пока-пока. До скорой встречи на канале. Ваша правая салочка. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok